Аналитики продолжают фиксировать повышенный спрос у населения Башкортостана на заемные средства. Так, портфель потребительских кредитов в регионе вырос за последние полгода на 10% до 313 миллиардов рублей. Настолько же увеличился и объем апатичных займов и составил 288 миллиардов. Об этом сообщают в Нацбанке по Башкортостану. Сегодня на руках у жителей региона кредитов в полтора раза больше, чем у предприятий. 600 миллионов против 400 миллионов рублей. Быстрее растет потребительское кредитование, хотя и на ипотеку спрос по-прежнему остается высоким. Эксперты Нацбанка полагают, что дополнительным импульсом стали ожидания завершения программы льготной ипотеки. Аналогичная ситуация складывается на территории всей страны. Бум кредитования на фоне повышенного роста цен может привести к повышению долговой нагрузки на население. Во избежание этого Банк России принимает целый комплекс мер. Например, с июля месяца уже начали действовать повышенные ставки по надбавкам, коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. А с августа уже начинает действовать такая же схема для ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом. Но надо сказать также, что усилился надзор за недобросовестными практиками банков и других профессиональных кредиторов в части начисления штрафов за просрочку. По данным Нацбанка, это необходимо, чтобы размеры штрафов не превышали максимально допустимый уровень. В числе изменений в законодательстве обязанность финансовых организаций предоставлять потребителю все условия договора, в том числе о возможных рисках. Но кроме того, теперь в течение двух недель можно отказаться не только от страховки, но и от других навязанных при получении кредита услуг, таких как юридическое сопровождение или консультация. Отмечу, что доля просроченной задолженности по потребительским кредитам составляет на сегодняшний день 4%, а по ипотеке 0,5%.